Музыка Итак, о городе Витсби. Город Витсби находится на северо-восточном побережье Англии у дельта реки Эск. И был он основан Нортурбринским королем Осве в 656 году. В IX веке его полностью разорили викинги. И город окончательно возродился только лишь после нормандского завоевания. В XVIII столетии город полностью возродился и стал центром рыболовного промысла, судостроения и добычи минералов. Сегодня же основной статьей доходов в Витсби считается туризм. Итак, в 8 утра я села в Виттлсборо. Где-то примерно в 9 утра я уже была в городе Витсби на железнодорожной станции Витсби. Имейте в виду, что туалеты Витсби рано утром закрыты. И найти его даже какой-то платный не удалось мне. В общем, имейте в виду, если вы захотели в туалет, особенно если кто едет с детьми, просто так в кустике не забежишь, как по-русски, да, мы делаем иногда. Везде камеры, везде люди наблюдают за вами. То есть город не спит. А если магазины закрыты, то сам город все видит. Если пройти от станции немножечко дальше по направлению кооператив, там магазин кооператив находится рядом со станцией, туда вглубь, вдоль набережной реки, по левую сторону будет информационный центр, а дальше за ним будет публичный туалет. Вот если и надо, идите туда. Эту проблему я решила и пошла гулять по городу. Был немножечко дождливо и настроение немножечко так упало, потому что я рассчитывала позагорать, покупаться и в солнечную погоду ехала. В итоге, что я посмотрела? Я посмотрела саму бухту, там очень много катеров стоит, и пошла вдоль бухты по набережной туда, к морю. Там был музей, морской музей, по-моему, спасателей. Дальше вышла на море, посмотрела, там какой-то маяк стоит. И потом я решила пойти в гору, потому что я помню, мы на этой горе сидели, ели с моей семьей курицу и просто наблюдали за чайками. Это было холодно и голодно в тот момент, когда мы ездили с братом и с мамой. И как-то вот запомнился вот именно вот тот вид с горы на море и вот на всю эту набережную. И я пошла наверх, и там нашла такой памятник, который был сделан из двух китовых ребер. Оказалось, потом я впоследствии прочитала, что это одна из знаменитых достопримечательностей Витсби, которая напоминает о рассвете китобойного производства в городе Витсби. Там же я нашла памятник Джеймсу Куку. Там же я понаблюдала за тем, как скалолазы поднимаются и спускаются по тросу с горы. И дальше я решила пойти вдоль набережной и посмотреть, что там в другой стороне. То есть на берегу, который находится напротив аббатства, я ушла от аббатства туда вглубь. Оказалось, там находится парк, павильон, музей. На набережной опять же-таки стоят вот эти разноцветные домики. В общем, понравилось мне. Там я немножечко поснимала себя. Конечно, было очень ветрено, ничего не слышно. И вид у меня был такой, уставший. И какой-то прямо мне потом, я выставляла фотки в фейсбуке. И мне друзья пишут, ты что такая уставшая, какая-то осунувшаяся, ты не заболела ли? Нет, ребята, это я только что написала диссертацию и сдала. Я просто была вообще без сил, как, знаете, высосали из меня все соки. Вот такая вот вся, как... Ну, не хочу сравнивать, но как будто я действительно была очень больной и умирающей. То есть очень уставший вид у меня именно был в этой поездке. Не очень хочется показывать эти фотографии, но вот такая вот жизнь студента. с насыщенной учебой в магистратуре. Самое главное... Вот такая красота у нас. Ну и да, и мои любимые домики, конечно же. А когда я уже возвращалась с того берега и решила пойти в аббатство, посмотреть на эти развалины знаменитые, я проходила мимо какой-то церквушки, где ожидалась свадьба. То есть гости уже собрались, все в таких нарядных, подружки-невесты пришли, приехали кто-то на машинах. В общем, я решила просто постоять. Не было как бы... Не было каких-то специальных у меня событий или когда-то надо было по времени торопиться. Я решила постоять и просто посмотреть, как вот в городе живут люди. Вот сегодня суббота, люди приехали и вот женятся. Там играла волынка шотландская. Почему-то все мужчины были в шотландских юбках. Видимо, женился шотландец. И даже много народу стояло и ожидало посмотреть, как будет проходить свадьба. Приехали жених с невестой. Их там на видео снимали. Они там ручками махали. В общем, фотосессия. Ну, интересно. Просто посмотреть, как проходит субботний день в городе Визби. Дальше я решила пойти через мостик такой, который через речку у них перекинут, на другой берег города Визби в аббатство. Посмотреть аббатство, обойти его вокруг, поснимать и, может быть, войти туда, вовнутрь. Но вход оказался дорогим. По-моему, где-то 18-20 фунтов. Я решила не ходить. Я сама просто мимо вокруг обошла. Прежде чем перейти мостик, там все почему-то бежали. И я не успела. Казалось, что мостик открывался. И из бухты выходила яхта в открытое море. И пришлось ждать очень долго, пока яхта уйдет, мостик закроется, и люди и машины снова начнут ходить и ездить. Но в итоге я перешла. И как бы на другой стороне города находится очень насыщенная улица. каких-то магазинов старинных... Ну, не старинных, локальных магазинов, где люди как по променаду прогуливаются. Особенно умилило меня то, что очень много людей было с собаками. То есть собаки в городе Витсбе, это, мне кажется, отдельная тема. У каждой, мне кажется, семьи есть маленькая собачка. И вот пройдя эту улицу с магазинами, доходишь до лестницы, которая ведет на самый верх к этому аббатству. Там гуляли такие небольшие лошади. Они вроде как не пони, но и небольшие такие здоровые лошади. Можно было подойти к ним, потрогать, погладить. И даже я что-то там сорвала и покормила их. Потом они меня за волосы хотели за... Думали, это сено. Они меня пытались укусить за волосы. Я пришла к аббатству, но тут такая прелесть. Малыш. Она так мягкая. Она так мягкая. Она так мягкая. Хочешь съедать? Аг! Вы хотите съедать мою ручку? Хорошо, давайте проверим это. Это для вас? Как это? Может быть это? Да, это хорошо! Все свито! Я и Бицби! Мы в городе Бицби! Вместе с кониками! Вон там еще один есть! Тут и мои волосы! Я знаю, что они для тебя есть! С верхушки этого берега открывается красивый вид на современный город, то есть на другую часть, которая находится на противоположной стороне реки. Аббатство Бицби находится на горе и его видно издалека, со всех практически точек города Бицби. Оно разврушено, то есть там остались как бы развалины, несколько стен и пролеты такие окон. Оно очень создает такое мистическое какое-то настроение и навевает такие думы о каких-то призраках, о привидениях. Если в городе немножко темно, как бы само здание выглядит каким-то серым, черным и кажется вот-вот оттуда выбегут какие-нибудь привидения и погонятся за тобой. То есть мистическое такое место, но оно очень сильно притягивает людей. Всегда, когда есть доля мистики, всегда тянет посмотреть, а что это, а правда ли, а как это. Аббатство Бицби вообще называют монастырем каменных змей. Эта легенда связана с тем, что в его окрестностях были найдены окаменевшие раковины спиралевидной формы, как будто бы кольца змей застыли в этих раковинах. Очень много таких раковин было найдено именно в этих местах и до сих пор можно найти такие раковины в северном Йоркшире. И именно вот поэтому аббатство называют монастырем каменных змей. Но это все легенды, это все сказки, все какие-то придуманные истории. На самом деле аббатство выглядит очень красиво, очень привлекательно. Я решила просто его обойти с разных точек, поснимать, пофотографировать. И сама что-то там поулыбалась на камеру, камеру поставила и сама себя поснимала. Вот, смотрите. Есть такое место за музеем, там есть такая кафешка и можно подняться наверх и увидеть это аббатство с другой стороны. А потом еще и обойти вдоль парковки, паркинг там находится и вдоль парковки обойти полностью все аббатство. Я так и сделала. И в нескольких точках мне удалось снять очень красивые виды. А вот в точке, где кафешка, там можно даже немножечко, там невысокий такой около метра каменный забор. И на него можно запрыгнуть и, перекинув ногу, в принципе, туда залезть. Но там не пройти в само аббатство бесплатно или как-то. Просто, по крайней мере, на этом фоне пофотографироваться. Там прямо поле такое с полевыми цветами. Очень красиво и очень интересно получилось. После аббатства я уже нагулялась и решила сесть на автобус и поехать уже в город Скарборо, где у меня уже был забронирован отель и с 3 часов я могла туда попасть. Об этом в следующем ролике смотрите через несколько дней.